Если ваш Wi-Fi-передатчик показывает маленькую скорость, из-за чего тормозят постоянно фильмаки и интернет, если защитное стекло вашего смартфона дало трещину, на помощь нам приходит Алиэкспресс. Чпоньк! Разрезаем первый пакетик. И здесь нас встречает Wi-Fi-передатчик в виде флешечки на 600 мегабит. Здесь также от магазина лежит бумажечка с надписью «Thank you». Во второй посылке у нас такая внушительная коробочка, которая немного помялась. И из ней лежат три чёрных пакетика и ещё три чёрных пакетика. А самое главное, здесь лежит три стекла для моего смартфона. Затестируем USB Wi-Fi-передатчик. Заказал парочку штук. Цена всего лишь 300 рублей. Изначально уже хорошо то, что открывается просто от руки. То есть блистер этот не запаян и ничего, ничего резать не надо. Просто открывается обычными руками. Обычными руками. Выглядит вот так. Вставляем в чудо-ноутбук, в USB-разъём. Чпоньк! На компе эта флешечка определилась как CD-дисковод. Здесь программка Wi-Fi Auto Setup. То есть, видимо, установить драйвера, нас просят. Давай их попробуем установить. А так определилась как флешка и вообще как CD-дисковод. Установка, как вы видите, происходит довольно-таки быстро. Так. И давайте посмотрим, определилась ли наша теперь эта флешка как Wi-Fi-передатчик в диспетчере устройств. Обновляется. И... Вот, мы видим, определилась наша флешечка в формате 802.11ac. Этот формат позволяет передатчику работать в 5 Гц и в стандартных 2.4 Гц. Лампочка моргает, адаптер работает. Проверяем скорость. Получилось ли увеличить скорость интернета? Или же нет? Как мы видим, скорость подросла. Итак, завершение теста и сравниваем оба результата. Так было до, а так получилось после. Почти в два раза прирост. Теперь фельмаки и все остальное тормозить не должно. Wi-Fi флешка мне понравилась. Давайте перейдем ко стеклышкам. Мне нужно наклеить на этот телефончик одно стеклышко. Как мы видим, помимо стекол здесь есть еще влажные салфетки, что в принципе стандартно для приклеивания стекол. И также такие вот черные пакетики с QR-кодом. И там вроде-то как написано, типа, сосканируй и посмотри. Я уже сосканировал и посмотрел, что там находится. И знаете, что я там увидел? Вам лучше этого не видеть. Да ладно, я шучу. Вы попадаете на какой-то китайский YouTube. Перед тем, как посмотреть ролик, оказывается, там нужно посмотреть целую минуту нескольких реклам. Там даже вроде больше минуты. То есть и пропустить ее вообще никак нельзя. Вот такой вот китайский YouTube. И после чего там будет инструкция, как пользоваться той штучкой, которая лежит в этом черном пакетике. И я думаю, что она мне не понадобится. Но, как оказалось, нифига. Новая технология, оказывается, наклеивание стекол сделано без этих черных пакетиков и без содержимого внутри ничего не получится. Сперва давайте я оторву стеклышко. Отрываю стеклышко старое и выбрасываю. Потом пользуюсь содержимым первого пакетика влажной салфеткой. На запах на спирт похоже. И салфеткой со спиртом вытираю все лишнее с экрана. После чего оторваю пленку от одного из стеклышек и пытаюсь равномерно его приклеить. После того, как его кладешь, оно само практически прилепляется. Но вот незадача. Что же такое? Стеклышко не полностью покрыло телефон, а остались по краям вот эти вот белые следы. И что же делать? Что же делать? Мы берем теперь черненький пакетик, сканируем QR-код, если вы не знаете, что делать. И, в принципе, вы увидите по ссылке по этому QR-коду, вы увидите то, что я покажу сейчас, что нужно сделать с содержимым данного пакета. В данном пакете у нас находится вот такая вот пипетка. И эту пипетку можно оторвать, ну, то есть заглушку пипетки, раскупорить ее. Можно открыть, в общем-то, руками. Но удобнее, наверное, все-таки будет ножницами сделать, потому что руками как-то не очень она удобно открывается. И после чего с этой пипеточки мы заливаем по периметру нашего стекла, там, где остались вот эти вот белые просветы. И после того, как мы пройдемся вокруг по всем этим белым просветам, у нас эти белые просветы пропадут. Я не знаю, во что превратится эта жидкость, возможно, в клей, но на пальце она какая-то маслянистая, что ли. В общем, вот это вот и показывает по ролику, который нарисован на QR-код на вот этом пакетике. Видимо, вот такая вот новая технология приклеивания пленок. Раньше такой фигни не было. Так что после того, как я прилепил, телефон выглядит, в принципе, как новый. Не знаю, появятся ли у меня вот эти вот белые просветы по ходу ношения, но вроде как эта жидкость, может быть, должна задвердеть, и все должно быть нормально. Но результатом я доволен. И вот такая вот новая технология приклеивания стеклышек. Стеклышки стоили всего лишь 200 рублей за три штуки. И ссылочки на все товары сегодняшние в описании к этому видео. А, стеклышко-то я забыл сказать, на какой телефон. На Redmi 5+. Но в этом магазине есть и на другие смартфоны. Думаю, что вы сможете подобрать и для своей модели нужное вам стеклышко. Также не забывайте пользоваться кэшбэками, ссылки на которые тоже в описании есть. Вдруг вы ими никогда не пользуетесь. И с помощью их можно возвращать часть денег с ваших покупок, где бы вы ни покупали. Будь то Алиэкспресс, будь то какие-то российские магазины. Зайдя на сайт, вы можете сами посмотреть, какие магазины-партнеры с ними работают, и из которых вы можете получать скидончик. Все, на сегодня все, пока. Ничего не работает. Так, что-то не то, смотрите. Горит диск. Кнопка Power не работает. Что-то тут не то. Сейчас посмотрим.